включил и фейсбук когда я сделаю окей всем добрый день здравствуйте за врубинс мы продолжаем принципы рамбома и мы наконец-то вот сейчас посмотрим на этом уроке кто же такой сатан согласно книге йова так мы остановились на том начида что сатан он получает некий такой относительно свободный карт-бланш он забирает все имущество йова убивает его детей но душ его не трогай горит всевышний на прошлом уроке мы говорили что такая душа цитировали рамбома да говорили что у души много понятий и все значит эти понятия там работают одновременно там мы нашли пять смыслов значит рамбом опять-таки мурен и в ухи третья книга 3 глава 22 глава он объясняет что же там происходит книги йова и рамбом выделяет между первым рошашана и вторым катар пинация в книге его первое шашана сатан получил право значит навредить его внешне значит его вещи да значит это его имущество и дети второе шашана он же может прикасаться к его телу но по-прежнему тоже сам приказ всевышнего душу его не трогай рамбом очень интересную вещь находит так как сказано теми же самыми словами в писании но немножко не в том в порядке смотрите значит 1 рошашана значит сказано что и был день вера рошашана параши когда пришли сны божьи ангелы предстать пред господом пришел между ними и сатан спешим между ними и сатан говорит о том что сатан неважная функция да он один из многих значит это первое а во второй рошашана значит написано следующее это первое предложение второй глава был день когда пришли сны божьи что предстать пред господом и пришел также сатан чтобы предстать пред господом предстать пред господом лития цена нашим значит раши все комментируют вроде как спорить типа воевать да то есть создавать все вышли ему некие проблемы то есть если в первый раз значит сатан там один из многих он там 100 тысяч и миллион и он не выставлен выдвигается против всевышнего то второй раз вам уже да выдвигается против всевышнего здесь опять-таки рамбом нас тут отсылает в книгу зухарьи он говорит что вот этот лития цеваляшем стоять напротив всевышнего значит это выражение которое еще фигурирует пророка зухарьи в 6 глава мы сейчас туда не пойдем там есть значит некие значит 4 мерковые 4 колесницы небесные они там очень странные разных цветов красная там какие-то невероятные вещи но в любом случае значит рамбом из вот этой вот истории что в лития цеваляшем стоять напротив всевышнего сатан сатана значит учат что отношения сатаны и всевышнего не один к одному они не равны другими словами да то есть это не некий антихрист то есть бог есть анти бог это сатан который там пришел один из многих который может даже быть может стать против всевышнего но вот эти вот дны и люкин сыны всевышнего ангелы они они более сильны они они более устойчивы и они они более часто появляются перед всевышним это то что у нас фигурирует скажем там молитвы перед сном там кирашма на она мета добрый день провелся приветствую рафаэль михаэль гавриэль и так далее имеется ввиду вот эти вот ангелы они 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 гораздо более устойчивые и более часто и там у всевышнего чем вот этот вот сатан хорошо и здесь опять таки почему уже говорили в прошлом уроке что должность должность кавычках силы сатана это вот разгуливать по земле и там смотреть разные значит беды и проблемы то есть ему сатану нечего делать на небесах он вообще не оттуда он туда раз году с трудом добирается да и из этого из этого рамбом учит что не только в истории с йовом а вообще сатан мануаль мишталет аль рефиш что сатана не может захватить душу о как то есть одна из причин по которой история с йовом вошла в тонах который нам приводится на значит чтобы мы знали что сатан сатана это не антибог это не антихрист он не может завладеть душу это очень важно здесь опять таки в скобках нужно конечно упомянуть независимых источников есть знаменитая история йоты фауст йоты это наше немецкое все это немецкий пушкин такой значит он писал стихах очень красивых длинных как почти как пушкин да только на немецкой вот и он значит йоты придумал гениальный сюжет а достигка одна из книг которого прославила роман фауст значит фауст это человек профессор фауст который хороший добрый профессор и люди его не ценят он помогает людям они вообще-то неправильно воспринимают в итоге значит фауст решает покончить самоубийством прыгнуть с моста и здесь является сатан по имени мефистофель значит этот значит изощренный сатан мефистофель договорился с всевышним что он заключает сделку он покупает душу этого значит профессора фауста и дальше он делал с ней все что хочешь о как и всевышний вроде как позволяет так согласно йоты и действительно значит так как фаусту не охота жить ему плевать будет от жителей он умрет то он продает значит задешево свою душу значит мефистофель сатан становится его хозяином и дальше они там начинают такого корресе такого вытворять в общем пошло все не очень вот в итоге конечно там под конец значит второй книги там всевышний вмешивается раздает всем что нужно но сама значит идея продать душу дьяволу да она чрезвычайно интересная можно ли это вообще или это невозможно в израиле я упоминал в контексте дешковицы нашей общины дешковицы там закарпатья лунка чужгород я упоминал значит торпо из кастера буду еще рассказывать так вот кастер был человек которого про которого суд постановил что он официальный суд постановил израиль продал свою душу нацистскому дьяволу и больше не меньше то есть опять-таки вырешил о том что он сотрудничал с нацистами более чем нужно больше помогал нацистам чем евреям был на стороне нацистов будучи евреем а то есть поэтому вот это вот сама идея продать свою душу дьявола найдет вот от йоты из фауста но откуда эта идея изначально идет она идет изначально из того что это невозможно что всеми душами распоражается всевышний только всевышний и поэтому да значит действительно сатан может тут делать разные беды и бедствия может но душу тронуть не может и мы говорили что душа в конечном смысле это то что остается человека после смерти это его вечная часть души вечная душа и поэтому книга йова нас учит что сатан не один к одному ко всевышнему это всущность то что мы сейчас пытались проверить лучшим принципа рамбома и описано что бог один делал делает будет делать всем сотворенным а если тут сатан ходит и получать как бланш получается был как бы не совсем один и это то что рамбом разъясняет нам что ничего подобного книга йова как разном и рассказывать что бог таки до 1 и сатан при все его ограниченные возможности не может стать господином души несмотря на то что идет и придумал и поэтому и поэтому всевышний говорит сатане душу его сохранить да то есть его не убьешь во всех смыслах и физически и духовно и поэтому да значит мы говорим что это то что эта вещь которая стать чека после смерти это бессмертная душа да и это то что у сатана нет никакой власти над этим над бессмертной чеческой душу приостойте под смертью и здесь рамбом дальше цитирует пожалуй одно из центральных вещей которые нужно понять на цепь этого сатана и все что я значит тебе сейчас напомнил это хорошо для того чтобы тебя подготовить тому что скале мудрецы мудрецы в толмуде и что же они значит нам скале мудрецы в толмуде что сказал раби шимон бен лакеш он сатан он я царара он ангел смерти это очень важное выражение значит она прописана в толмуде в конце первого терека ровно там же где толмуд разбирает был ли еб или не был сатарен или это метафора да значит 16 лист первая первая сторона 16 стримца первый лист и таким образом сатан по раби шимон бен лакешу это может быть некий внешний сатан как описано у нас в йове он может быть я царара тогда это изнутри человека и он может быть ангел смерти совсем что-то третье сатана есть несколько разных обличий хорошо и и поэтому сейчас разъясним тебе эти три имени да то есть сатан я царара и ангел смерти три разных и все они на самом деле одно и то же пишет трамбом и это то что написано в талмуде и реду мит ум от и оле у мастин но тель решуцам тельный шама значит и это то что написано также на том же значит листе талмуде дальше значит что вот этот вот сатана он поднимается и вводит заблуждение о опускается в заблуждение поднимается и и провоцирует теперь опускается и вводит заблуждение это я царара да то есть опускается сверху вниз к человеку вводит заблуждение давай доброе дело сделаем да еще как известно я царара дурное начало он всегда одевается хорошей одеждой поднимается и делает плохое это вот то что сатан поднимается в она до сатанта пошел земли поднялся и рассказывает значит такие вещи сатаны к трек прокурорствует обвиняет значит но тель решуц в нательный шама значит берет право и забирает душу обратите на берет право у всевышнего и забирает душу это вот этот первый перевод слова душа парамову в первом берете берет душу человек умирает да это вот третий смысл ноги смерти и так у нас есть три имени сатан сатана это тот который спускается сверху и вводит человека заблуждение грязь делом доброе дело самом деле делаем грех плохую вещь под я царара дурное начало поднимается и прокурорствует обвиняет человека подниматься к всевышнему раз в году в рошашана и обвинять человека сам значит человека послал на дурное дело и сам же обвиняет вот такой друг есть такие друзья и под конец подставил значит но это и сатан и под конец значит берет разрешение у всевышнего и забирает душу из этих из этих трех третья самое более-менее прямолинейное действие то есть он берет разрешение всевышнего и ангел смерти и умирает человека по приказу сверху не сам как первые два это это провокатор просто делается наоборот спускается сверху вводит заблуждение поднимать наверх и это вот и подставляет человека для и это то что видел царь давид в своем прочесть и которая значит описано псалмах и также из деревья мим хрониках что он сидит видел ангела который значит с ангела смерти сатану который видел с подниматым значит мечом на иерусалим и комментатор пишет это сатан этот ангел это то что всевышний говорит и гарбе ха шеми гарбе ха сатан бухер бирю шалам что всевышний будет осуждать тебя отведет твою руку от иерусалим и это то что видел бил ам когда со своей ослицей которая там неожиданно заговорила он видел значит его ослица видела а он не видел значит какое-то препятствие там ослица пытается обойти вправо влево он убьет открыла рот гриш вот сатана против нас да значит поэтому это все сатан таким образом знай слова сатан выходит из юридского корня сата на видите лист от это отойти от прямого пути можно идти прямо и можно вправо или влево прямо или влево это лист от и это есть сатан таким образом сатан на словесном смысле это вот идти не по прямому пути отклоняться от заданной цели да то есть конечно приносном смысле грешить и тому подобное окей и поэтому мы говорили уже рамбан пишет он в других главах раньше писал что ецера рождается в человеке с момента его рождения в этот мир на что маленького ребенка он маленький цара у ребенка побольше чуть больше там варенья кушать шоколадки у подростка он еще больше может уже что-то не кушать а пить даже будет вот взрослый человек он еще больше и да это то что сказано да значит то муде что чем больше человек тем больше вы церра не имеется физический рост или вес высоту или ширину имеется конечно же духовный уровень человека да значит что чем больше человек живет тем больше он понимает и пропорционально как ни странно его я церра возрастает таким образом опять-таки выходит что у нас выходит что это значит сатан действительно есть такой сатан но он не может забрать душу человека точно уничтожить его вечную душу он может только в самом худшем случае превратиться в ангела смерть это когда человеку нужно покинуть этот мир но как правило сатан это я церра это в течение года дурное начало который изнутри иногда сатан это разгаду в рошашона он обвиняет человека там на небесах таким образом из этих всех трех смыслов самый практичный самый распространенный это я церра эта штука которая функционирует каждый день там смерть не дай бог это раз в жизнь значит рошашона раз в году я церра каждый день в пятницу и в субботу и воскресенье круглую неделю работы поэтому опять-таки рамбам нам хочет сказать что сатан это совсем не то что мы думаем да мы привыкли там кто-то сатан с рогами там с копытами да значит такой страшный весь мудрецитал моды рисуют другого сатана который добрый который ходит обнимает идем пойдем выпьем закусим доброе дело сделаем митву сделаем поможем кому-то да то есть таким образом сатан он не видит как сатана часто это очень привлекательно и опять-таки но центральный сатан с контакт с которым мы чаще всего сталкиваемся это церра это стремление козлук отойдет от нас изнутри хорошо здесь я опять-таки говорил да значит что я просил почитать если кто почитал значит эти вот друзья йова что же они ему говорили там талия кто-нибудь читал понятно они пришли одновременно вообще-то не пришли его утешить конечно его друзья все и основная основное значит материал книги йова это говорят его друзья то есть контакт каждый из них что-то говорит йов потом все это отвергает окей да еще немножко до друзей то есть никто не понял там какие системы у друзей как они его утешали или как они говорили что бог прав ты не прав но все они понимали за что это кроме самого его и все говорили что нету дома без огня а то есть все друзья значит бога оправдывали говорили бог прав а ты не прав да 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 действительно так теперь значит смотрите мы на прошлом уроке читали двенадцатую главу из муреновых фильмов из третьей книги значит чего в мире больше добра или зла если помните да и рамбом однозначно высказался чтобы глупцы которые считают что в мире больше зла чем добра в мире больше добра человек просто эгоцентричен и кроме себя как правило никому не замечать в этом мире поэтому все что с ним вот думать со всем миром это не так теперь посмотрим какова позиция йова на этот вопрос что он считает что чего в мире больше добра или зла это видно это видно после значит второго рашишина когда значит он получает значит болезни на свое тело да мы сказали что кожа за кожу что есть у человека даст он за жизнь свою здесь значит очень интересный мальбин и и рамбом пишет очень интересные вещи значит что у человека есть две кожи не медицинском смысле первое в медицинском которую мы видим значит это кожа значит которая внешняя до которая самая внешняя часть человека однако значит рамбом также приводит мысль что у человека есть некая внутренняя кожа которая значит она как бы собирает что ли все органы воедино и что да то есть как бы эти две кожи поэтому здесь написано кожа за кожу 1 за 2 2 так по мысли рамбом еще раз таки рамбом был врач он излагает свои мнения которые тогда были относительно медицины но я опять-таки напоминаю что медицинские трубы изучать по сей день они довольно интересные даже сегодня тоже в любом случае значит когда вас после второго рашишина во втором 2 главе его значит сатан поразил и поразил его дурной сыпи от стопы ноги до темени его до головы и взял себе черепок чтобы соскобить себя им и сел в пепел сел в пепел можно подумать что он в трауре действительно в трауре дети погибли но опять-таки дети погибли год назад значит комментаторы пишут что у него там было две сыпи одна нижняя значит часть тела до пояса это была какая-то мокрая сыпь влажная а другая с верхней ползентила сухая потом садится в пепел чтобы просто ему менее больно было да то есть она там это влажная сыпь как-то пытается чтобы пепел немножко взял эту влажность на себя и сказала ему жена его мы обсуждали с димой что это было за жена была ли это дина или дочка длины неважно все еще твердый в непорочности твоей прокляни господа и умри мы опять-таки в прошлом уроке на грите написано баррех благослови она здесь меды нет виду с иронии сарказма в кавычках на прокляни и умри когда-то пишут также как ее встал и благословил значит да там господь дал бог господь взял в первой главе так сделай здесь он этого не делает но что он ей говорит но но он сказал йог ей как одна из негодных говоришь ты неужели добре примем и от бога а злое не примем русский перевод немножко скрывает то что здесь написано значит на велите написано и сказал он ей как одна из очень плохих женщин ты говоришь гамы это топны кабель также и хорошая примем мы от господа а плохое не премиум риторический вопрос обратите внимание значит на первое слово также также и хорошая примем мы от всевышнего принимаем а плохой не примем какого взгляда проделаешь и явно мир строго говоря возможно три варианта относим добра и зла первый взгляд добра в мире больше зла меньше второй вариант зла больше добра меньше теоретически можно сказать 50 50 половина половина злое добро в мире уравновешены опять-таки всякие там взгляды с востока что нет добра нет зла и все это не так оставим в покое пока что вот именно на 3 даже на 2 чего больше в мире зале добра как вы видите из того что я вам перевожу слова также также и хорошая вас воспринимем от всевышнего а злой они воспринимем чего по его больше в мире зла ли добра как вы думаете наверное да сто процентов так это вытекает рамбом пишет напрямую что и слово также гам вытекает что в картине мира йова с которой трамба воевал двенадцатого века значит третьего перика что йов считает что в мире больше зла это нормальное состояние мира когда в мире есть зло добро его меньше оно также случается иногда туда-сюда время от времени возникает добро и точно так же как мы значит все воспринимаем значит нужно и зло воспринимать но еще раз зло это естественное состояние мира это хочет сказать нам йов и конечно же рамбом мы читали в прошлом уроке да и всевышний абсолютно с этим не согласится поэтому опять таки здесь мы уже видим часть проблемного мировоззрения йова опять таки человек не наказывается за мировоззрение я пытаюсь объяснить почему йов не цадик да это то что мы говорили что в книге йова ни разу не написано это вот слово цадик праведник йов неправедник то есть он опять таки видит мир каким он есть он хороший добрый человек честный порядочный все что верно назначить но не цадик так можно вот это непорочный написано это мне кажется тоже как праведник нет ну нет 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 опять таки если праведник то праведник с непорочный проще это разные вещи иначе было то же самое именно поэтому написано значит написано там там в я шар там это вот то что мы пасхальная гаде читали наивный хорошем смысле слова да то есть простодушный не слишком не как это по-мински to much sophisticated не слишком изощренный из может быть извращенный в голове только на уровне да он относительно прост в хорошем смысле слова не просто филе непростолюдин а именно вот йов как как человек он прямой да то есть не пытается там сам себя оправдать он пытается понять что с ним происходит но изначально это таки его картина мира она проблематичная хорошо а скажите мы скажите можно его назвать по книге то не среднем или нет его сто процентов еще раз по книге то не подавляющее большинство людей средних по нашему израилю тоже еврейскому опять-таки самый лучший это цели ким самые плохие это решаем злодеи да то есть между сдать праведник находятся все остальные поэтому в определению подавляющее большинство людей средний и в несомненно сюда входит в средних но он как бы мы сказали сегодня высший средний класс то есть он выше обыкновенного среднего человека в том плане что он честный порядочный он он безгрешный но он нет садик и поэтому он действительно высший средний класс вот так можно сказать пойдет хорошо спасибо да и поэтому смотрите я говорил уже прошлом я повторяю да и значит не во всем этом не согрешил йов устами своими писание подчеркил бухонзат лохатай лохата йов без фата йов не согрешил устами своими ничего плохого не произнес однако понятно что что-то он про себя подумал если бы он просто не согрешил было вниз на и во всем этом не согрешил йов точка однако вместо точки тут есть продолжение согрешил йов устами своими из чего опять таки талмуды мудрецы талмудов тоже баба батри они заключают что но в сердце своем подумал сейчас увидим что-то поэтому опять таки йов не праведник когда авраама были какие-то проблемы или критика или вопросы он задавал всевышнего прямую авраам спорил со всевышним и авраам назвал праведником писание йов мы увидим сейчас не спорит со всевышним спорит с друзьями и он не называется праведным поэтому опять таки сразу сказать йов не наказывается за неправильное мировоззрение то что он считает что в мире больше зла чем добра не наказан за это он не наказан за то что он в сердце что-то подумал сейчас мы видим что он подумал это берет потом напрямую но это опять-таки не не перфект это не идеал он не праведник да мы говорим что человек наказывается или поищается гмуль туратагмуль за дела за дела свои поэтому здесь опять таки с одной стороны писание нам дает возможность там если хотите думать что мы считаем нужным это известно всевышнему человек не наказывается за мысли но действительно есть опять-таки подход в эдуизме что нужно пытаться иметь контроль и над мыслями удаляться от зла и в мыслях я говорил значит есть известное выражение в палмуде что гиргоре вера кашингена вера от смаз что размышления о грехе а не хуже чем сам грех теперь понятно нам что это не так понятно что сам грех по себе хуже чем только размышлен на нем мы говорили объяснил что к аппаллодетика это попытка объяснить да что и размышления грехи они тоже что-то нехорошее чтобы человек себя не утешал но я только подумал ничего не сделал так вот талмуд говорит что это тоже не так хорошо как чек может подумать любом случае опять таки книга йова дает нам то что ожидается правильное мое зрение как вот же все эти вещи на небесах работают так вот и это глава 23 значит глава 23 3 книги морена в ухим халик шиши значит и так и здесь рамам объясняет нам что же они там думали каждый значит из этих людей и так все пятеро кто у нас пятна сиси и четверо его друзей мы говорили что трое там сразу обозначены дальше к ним пришел или элифаза таймани этот вот бильдад ашухи и цофара намки потом во второй части книги ожидала снялся что их четверо как хорошим голливудском фильм на самом деле голливудский фильм хороший списан станаха там есть еще один который молчал все это время про написано что не пришел зовут ильяу бен бархэль и он он сейчас увидим говорит мнение иудаизма если хотите что же там произошло так вот все пятеро йовы его друзья согласны что то что произошло произошло от всевышнего и сам всевышний навел на йова все эти пегаим все эти раны и все пятеро согласны что перед всевышним нет несправедливости это очень важно это очень важно да потому что опять таки из мысли что есть плохой букет хороший родился полиэтуизм и многобожие да то есть хорошего бога задобрим с плохим повоюем все будет хорошо и поэтому все пятеро не относят к всевышнему никакой несправедливости значит и мы находим также поэтому эту книгу очень тяжело читать изучать что они все пятеро говорили очень часто похожие вещи очень часто повторяли друг друга удваивали утраивали и все их пятерых говорящих все их описания перемешались между собой и то и друзья значит то пришли к нему говорили ему разные вещи они хотели его утешить и поддержать да и в то же время но то что нужно было йову делать это принять на себя декрет всевышнего и молчать но он из-за величины своих бед говорил но главное видовую мы говорили его беда он не понимает почему с ним это боль сердца это не физическая боль йову больно почему с ним произошло то что произошло поэтому он говорит и дальше рамбом нам говорит вайташ кафат йов идеология йова идеология йова была следующая что действительно у всевышнего нет несправедливости но в глазах всевышнего равны праведник и грешник и всевышний как будто оставляет род людской и забывает про него это на кого похожа чья это идеология мы читали помните про пять идеологий относительно ажгаха про титу рамбома это идеология аристотеля это то что говорил аристотель греческие философы значит что всевышний он да есть он функционирует очень очень высоко и далеко от нас а он положил природу и ниже луны там людьми не занимается это пренебрежение чеческого рода в целом ничего личного к йову хороший парень бог его любит не больше чем и не меньше чем другого другого грешных это он сам считает и это то что он сказал алькена марте там вироша вумикале и поэтому я сказал йову это цитата прямого и злодея он всевышний уничтожает там это он это йов про него написано что он там прямой до простодушный хороший прямой парень да то есть нет разницы между прямым и злодеем и дальше есть еще цитаты из этого же йова из этой же книги это это девятая глава книги йова значит кашер я вошь это фон питоми не амит коль шам отца и штефу это то что я говорил что когда приходит потоп то потоп топит всех и хороших и плохих да это то что йов жалуется и бисурей на ким и зальзель всевышний якобы что в мучениях чистых всевышний якобы пренебрегает это все цитаты из йова который он говорит да таким образом опять таки это первое утверждение йова что всевышнему нас как-то каким-то образом надо каким все равно может быть не все равно при жизни но при смерти вот все одинаково что что хорошее что плохое праведник грешник дальше следующий пункт идеологии йова значит йов очень протестую против того то что называют тому дроша витовло злодей и хорошо ему это совершенно другой пункт программы да то есть если в первом мы говорим если рад среди всевышнего относительно людей что здесь йов говорит ну вот значит несколько цитат из йова реша и маду решим ихю и от кугам гавруха и зарам на хон лифнеем почему злодеи живут долго живут собирают массу имущества и они сильны и их потомство но перед ними преуспевает то есть первое в мире есть злодеи раз они живут долго они коротко как мы их ожидали бы два они преуспевает материально 3 их потомство но вообще там это вот перед ними не имеет наказания не так и как ни крути опять таки цитаты из йова там 9 переказ 9 главы и поэтому после этого после этих двух пунктов значит йов перешел дальше значит рассказывать что нет надежды после смерти нет одежды после смерти это сказали мудрецы тла муда йов отрицал жизнь после смерти здесь самое проблематичное значит пункт его йова мировоззрения значит он говорит что ничего не осталось только вот небытие да то есть есть наш мир в нем есть несправедливость я злодеи они преуспевают и их потомство и все такое всевышний ему все равно хороший человек или плохой все умирают одинаково тонут в потопе а потом вообще никакой надежды нет и все он при этом йов не становится злодеем он не становится хороша он не начинает людей гравить убивать если так если нет будущего мира то ты жалуешься на успех злодеев ну копируй и делай то же самое об этого не делает действительно что я действительно хороший парень самом хорошем смысле слова да то есть со всеми проблемами его мировоззрение йов не не соблазняется стать злодеем казалось бы по его логике если всевышний все равно он не готов он хочет быть хорошим человеком преуспевать ему больно и обидно что злодея преуспевает а что он в глазах всевышнего абсолютно одинаков как и злодеи от этого он больно от этого он кричит и здесь у нас мы переходим к идеологиям его друзей или фаз или фаза таймани да значит которая значит идеология или фаза таймани она в том что йов то что с ним произошло виноват за свои грехи да и он говорит ему напрямую аллора радха раба венкет славу нотеха ведь велика зло твое велико и нет конца твоим грехам то есть элифаз говорит что все что произошло с йовом это справедливо и где-то у него есть грехи то есть йов там конечно это отрицает но элифаз тверд как стена и говорит это все за твои грехи то есть это не случайно опять-таки они согласны все что есть аж гахар против в мире вопрос как она работает как она функционирует в этом вопрос да значит поэтому все что с тобой произошло это произошло из-за тебя и дальше здесь так идут из элифаза что всевышний опять-таки снегиева даже своим ангелам не верят даже они не безгрешны в глазах даже ангелы и безгрешно ты человек порождение человеческое тем более не безгрешен поэтому ты согрешил вопрос в чем это другой вопрос они еще с меньше разбирают но его ответ аж гаха против наказала тебя абсолютно справедливо идеология ашкафат бельдада шухи а она заключается немножко в другом она говорит о том что ты получишь вознаграждение тарата гмуль ты ее получишь вознаграждение то есть она говорит что то что произошло с тобой возможно несправедливо может быть даже очень справедливо но ты за это получишь вознаграждение то есть будущее мире а то что его отрицают ну будущем мире вообще там ничего там все равно будущем мире ты получишь вознаграждение все что происходит с человеком происходит по мудрости всевышнего если человеку кажется что что то не так то он за нее за это не так за зло которое с ним произошло получать вознаграждение звучит знакомо мы говорили про сейчас мы подведем концы в целом потом следующая значит следующая а шкафа идеология идеология значит третьего его друга это цифра на мти это говорит о том что есть абсолютная воля всевышнего который нужно подчиниться все что произошло это произошло по воле всевышнего все с этим согласны но если элифаз говорит что что же прошло съемом это за твои грехов то цафар говорит ничего подобного это воля всевышнего если бы ты делал себя абсолютно правильно если бы выполнить цадик реально выполнить цадикс документом подпись печать и овцы дик да есть абсолютная воля всевышнего Всевышний решил это провести и это будет. И поэтому есть некая божественная мудрость, которая она проводит всю нашу жизнь. И теперь, если помните, вот эти вот пять партий, которые мы говорили, пять идеологий относительно Ашгахи против. Не помните, что мы учили уже несколько роков назад? Еще раз напомню. Еще раз вам напомню. Это 17 глава из третьей книги Морейна Вахим. Итак, есть у нас пять идеологий, пять партий. Первая идеология Пикориса, что в мире все случайно. Девнические философы? Бога нет. Второе, это идеология Аристотеля, что есть Ашгаха против, но она не до нижнего мира, она только в верхних мирах. А все остальное в нижнем мире есть природа. Третье, Ашария, да, значит, который говорит, что все в нашем мире, да, значит, это абсолютная воля Всевышнего. Смирись. Человека нет свободы выбора. Есть Ашгаха против, но нет свободы выбора. Четвертая партия, мы говорим, Атлазия, да, которая говорит, что у человека есть свобода выбора, однако мудрость Всевышнего сильнее, это абсолютная воля. И все, что происходит к лучшему, даже плохие вещи к лучшему, за все страдания получишь награды в будущем мире. И пятая идеология, это идеология Хазали. Это наше мнение, как пишет Раши, как пишет Слиха Рамбам, да, значит, что у человека есть абсолютная свобода выбора. Итак, этих пять партий, да, значит, и дальше Рамбам пишет, что взгляды или фаза, а то им они, они близки к нашим взглядам, но не полностью, сейчас увидим. Это близки к тому, что Горелий Хазаль, да, что Йов действительно там было что-то, да, значит, что он получил вот некую вещь. И взгляды Бельдада Шухи, да, значит, о том, что ты получишь награду в будущем мире, да, хотя ты страдаешь тут немножко безвинно, да, это Ашария. И взгляды этого Цуфара на Амитянина, это Матлазия, да, значит, а последний вот, Илигу Денбархель, это самое интересное. Дело в том, что опять-таки, кроме того, что этот Илигу появляется очень неожиданно, он опять-таки, с одной стороны, говорит очень-очень похожие вещи на всех. Они, честно говоря, там все говорят похожие вещи, то, что Рамман пишет здесь в начале, что они повторяют и два, и три, и четыре разного блога. А с другой стороны, у них, конечно, разные взгляды на Ашгаху и на справедливость, и на свободу выбора. Именно поэтому они там и приведены. Если бы нет, это был бы один человек, как пишет Мальбин. В любом случае, опять-таки, Ильяу бен Бархель, он тоже, он тоже близок, он в сущности пытается выразить наш и весь взгляд на то, что произошло. Он говорит одну интересную деталь, которую трое не сказали. То есть, он пытается спорить с утверждением Йова, что Всевышнему, превознесен будет он, ему вроде как все равно оправдать праведника и осудить грешника. Это чепуха, а Всевышнему не все равно. Но он добавил, Ильяу бен Бархель, еще одну вещь, еще одну мысль, которую этих трое предыдущих друзей не сказали. И это особая одна вещь в ашкафе. Вообще, нужно сказать, ашкафа, идеология, это очень интересное слово. Сегодня в литовском мире есть такое понятие ашкафа, это очень-очень интересная вещь. Равшах особенно, значит, это культивировал. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что даже внутри Торы, соблюдая Тору, ты можешь придерживаться разных идеологий. Внутри Торы, соблюдая заповеди, мы это видим. Сколько религиозных людей, столько и мнений. Да, и поэтому вот Равшах, покойный бластерам праведника, он всегда подчеркивал меня, наш кофе. Это вот, так сказать, правильный взгляд на вещи. Это не только правильный взгляд на политику или на что мы думаем, про вирус, который сейчас в мире. Имеется в виду именно правильный взгляд на вещи изнутри Торы. Как нужно правильно сказать на Тору, на Толму, на изучение Торы, на отношения между людьми и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы скажем, скажем так, слово о шкафа у Рамбома и сегодня, это не одно и то же слово. Но опять-таки подразумевается разогонтация. Но здесь, под этой идеологией, имеется именно взгляд на то, что произошло с Йовом раз. И в целом, как же там на небесах все функционирует два. Так вот, ведь мы изучаем, Бог один или нет, там, Сатан имеет какие-то проценты власти или нет. Так вот, то, что обновил, в чем хедуш этого Илья Абенбархейна, то, что обновил Илья, Илью, сори, Илью, следующее. Значит, Илью говорит, что я почему-то себя двойственно слышу. Может быть? Надо микрофон Стасу выключить. Если можно. Сейчас, да, о, спасибо. Окей. Так вот, Илью Абенбархейн говорит следующую вещь. Что если даже есть один ангел, который, значит, рекомендует человека, он его спасает. Мы-то сегодня, его слова, ровно цитатами, мы-то сегодня говорим в Илья Абенбархейна в Йом-Кипур. То есть его взгляд, то, что мы сказали, взгляд Илью Абенбархейна, это взгляд Хазаль. Наши традиции еврейской. То есть он, да, то есть есть некий сатан, который приходит и обвиняет человека. Если есть даже один ангел, им малах, эхад милиц, Йошер, если один ангел, один, самый маленький, незрачный, рекомендует человека, подыл мацати кофер. Я искупил его, этот ангел его искупает, значит, и Всевышний берет искупление за этого человека. Так я раз увидел, что любой ангел, любое мельчайшее доброе дело, если мы сказали сатану, то я церара, но я козлу, то любой мельчайший ангел, то любое доброе дело спасает человека от сатана. Ни больше, ни меньше. И дальше, и это вот почитайте в словах последнего, пятого Илью Абенбархеля, почитайте вот этот вот его абзац про ангела-рекомендателя человека. И дальше, но эта штука, ангел, который спасает человека, работает не всегда, скажем так, неправильно перел, а это работает не постоянно, но два или три раза. И вот в этом заключается главный хирург, главного шеста Илью Абенбархеля. И Илью Абенбархель говорит следующую вещь. Человек может быть в опасности для жизни. И может быть, даже действительно там сатан может его душу, животную забрать, как мы говорили, он же ангел смерти. Возможно такая ситуация. Но это не финал, это не конец. Человек может спастись. Каким образом? Доброе дело, митцва, что-то сделал. И вот этот вот один мельчайший ангел спасает человека два или три раза, не больше. То есть человек может продлить свою жизнь, спасти себя несколько раз. Сам издаетый пример, мы, конечно, читали в пророках и в книгах царей про царя Хискиял. Известный историк. То есть царь Хискиял продлил себе жизни на 10 лет, по-моему. Значит, и поэтом вот Ильяубен Бархейль, он, Ильюбен Бархейль, он отбивает, значит, вот эту вот идею Йова, да, значит, что Богу все равно праведника от грешника, что ему абсолютно все равно, нет справедливости в том мире и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта вот вся композиция, она завершается, да, значит, дальше наступает, там самое интересное, там очень неожиданный финал. Там очень неожиданный финал. У книги Йова, окей, сейчас он менее критичен. Там может показаться наоборот, что все говорящие неправы и Йов правы, это не совсем так. Заключение. По книге Йова. Итак, мы говорим, что Всевышний один, по-первых, принципу Рамбома, делал, делает и будет делать. Зачем же тогда нам дана вся эта история вот сатанам, он приходит два раза, два рошашина, несчастный Йов страдает? Это как? И здесь мы возвращаемся к тому, что говорил Рамбом в начале, да, 22-й главы, что это метафора. Так вот, метафора – это не про историю с Йовом, я говорил вам, что она имела место быть. А метафора со всем вот этим, происходящим на небе. То есть, вся эта история там, как Всевышний, как прием организовывает, приходят ангелы и сатан, это метафора. Это то, что имел в виду Рамбом. Это метафора, еще раз, метафора должна что-то объяснить. Метафора объясняет, даже, опять-таки, взрослым и учащим Торо, продвинутым людям, нужно как-то объяснить. Да, если абсолютно ничего не объяснять, и что все по воле Всевышнего, да, абсолютной, да, как говорил-то Цефар на Амти, то тогда это абсолютная абстракция. Единицы людей смогут объяснить, что же там происходит свыше. Несомненно, Рамбом понимал, что происходит наверху. Но мы с вами, никто, мы все средние люди, никто не поймет, что, как, почему происходит. Поэтому, поэтому, Мошера Бейна записал книги, как записал, что там есть некий прием, и приходит какой-то там сатан, и какой-то диалог, и туда-сюда. Все понятно. Вот это и есть метафора. Это метафора в чистом виде, которая объясняет нам, что происходит на таком вот иллюстрированном уровне, да, чтобы мы вообще остались с чем-то, что мы можем как-то представить себе на каком-то базисном уровне. И мы увидим, что это не единственная метафора в писании, есть еще как минимум одна подобная история. Окей, сегодня мы ее уже не успеем, поэтому, опять-таки, то, что я хочу завершить, да, если мы все вот эти вот уроки по книге, это не было учение книги, это было учение принципа Рамбома, что Всевышний один. И поэтому, опять-таки, мы видим, что этот сатан, он не равен Всевышнему, лоба яха сахад лиха, один к одному, как пишет Рамбом, да, что он появляется раз в году, он, как правило, внизу. И на самом деле это все Всевышний, это описано так, иллюстрировано, чтобы мы это более-менее понимали. Поэтому Всевышний, несомненно, один делал, делает и будет делать. Вопросы по книге Йова из того, что мы учили? Нет вопросов? Буду. Тогда, значит, Ратаня? Подумаем и потом пришлю. Хорошо. На следующем уроке, опять-таки, я покажу вам еще одну подобную историю, где, опять-таки, мы видим, что там тоже есть некая метафора, как будто кто-то там приходит к Всевышнему. Это, опять-таки, все метафизически, это не на самом деле. Но, опять-таки, здесь важно подчеркнуть, опять-таки, что Всевышний воздал Йову. Ведь Йов на простом уровне не согрешил. То, что он там подумал в сердце, ну окей, подумал в сердце. Да, значит, поэтому Йов в конце книги своей же получает вознаграждение. Ему возвращают, во-первых, он вылечивается. Все его тело вылечиваются. Мы это читали, да. Значит, к нему приходят братья и сестры, которые покинули его. Которые покинули его в самом начале книги. Его утешают чужие люди. Да, значит, у Йова рождаются еще дети. И имущество у него становится в два раза больше. Это, опять-таки, по концепту, что ты получишь вознаграждение. А в конце несправедливость, это, как говорил Гальдада Шухи. Ровно сбылось даже не в том мире, а в этом мире. Опять-таки, из текста вытекает, что про это напрямую не написано. Что, значит, его первая жена его оставляет. Он женится на ком-то более молодом. Он, опять-таки, заново женится. У него рождаются еще дети. Его девочки, самые красивые девочки на земле. Мышство в два раза больше. Полный, полный хэппи энд. Да. Но, опять-таки, книга эта, она учит нас чему-то. Да. И поэтому видим в таких вот экстремальных ситуациях, кто что из них на самом деле думал, что думал Йов, что думали его друзья. И это, опять-таки, не просто так. Да. Это, опять-таки, подчеркиваю, что Всевышний на самом деле один делает, хотя может показаться, что Сатан там имеет какие-то проценты власти или инициативы. Равзиль, мне кажется, вот друзья, они воспринимали это как наказание, а Йов как испытание. Но ему было трудно. Йов это воспринимает. Как испытание сто процентов. Да. Значит, Элифаз первый, который он там из них больше всех говорил, поэтому понятно, что он немножко выражает наше мнение. Он действительно воспринимает это как некое наказание. Это то, что мы говорили. Это концепция Рамбома в Ашгаха Протит. Рамбом тверд, как кремень. Что все, что происходит с человека, это заслуги и его грехи. То есть, абсолютно. Рамбом не сдвигается ни на секунду с этого мнения во всех своих книгах. И в галахических, и в философских. Да, значит, и поэтому действительно одна из важнейших мыслей, то, что мы говорили, что это было испытание Йова. Да, там вроде как Всевышний с Сатаном поспорил. Там не знаю на что. А видел ли ты, как Рамбой Йова, посмотри, а увидишь, а так и сядь. Поэтому, несомненно, мы уже говорили это на прошлом уроке, Таня, вы правы, это испытание. То есть, Йовна ставит, что это испытание. И Багадоль, по большому счету, Йовна выдержал, как ни странно. Не странно все, что мы говорили, опять-таки. Но мысли в сердце, это мысли в сердце. За них человек не наказывается. И это то, что говорит Ламуд. Не судят человека в момент его боли и траура. Да, поэтому человек в момент боли и траура может много чего наговорить. И поэтому это вот именно соотносится. И поэтому в целом, в целом, по большому счету, Йов выдержал испытание. И это было испытание. Поэтому мы не идем черно-белым. Награда, наказание. Есть еще вещи, испытания. Разве, можно вопрос? Да, да. Написано в Йове, третьей главе, кажется, два цитата и посылки. Он говорит, что чего я боялся, то пришло ко мне по-русски. Да. А на Мишла есть такой посылки, чего боится злодей, то придет к нему. Совершенно верно. Мы говорим, что мы его хвалят в первой главе, потом мы говорим, что он не Раша точно. Да. То есть, как нам жить с этим? Как увязать, как эти два цитата увязать? Ну, во-первых, это то, что вот хасидизм пытался питаться, да, значит, трахгуд, да, то есть, что нужно думать хорошо, да, значит, и тогда будет хорошо. То есть, у мысли есть, как ни странно, иногда возможность материализовываться. Поэтому, возможно, Йову не стоило думать и опасаться, да. Опять-таки утверждается, что он не злодей, он просто не перфектный цадик, да. Вот, поэтому представляется, опять-таки, у Йова там проблемная часть то, что на сердце и в мыслях. Мы это видим уже, да, не только с этим посылками, еще и с другими, да. Вот, поэтому, опять-таки, подчеркиваю, что если хочешь быть настоящим праведником, то старайся контролировать и свою мысль, и свое сердце. Я так это вижу. Спасибо. Спасибо за урок. Всегда рад. Все, тогда следующий урок в воскресенье, как обычно, в 17 по Киеву и Иерусалиму, в 16 по Среднеевропейскому. Мы опять-таки идем по Рамбому, не по книге Йова. Я прошу обратить внимание. Да-да, я понял, я понял, это моя ошибка. В следующий урок уже там что-то будет другое. Вопрос, есть представители 10 сыновей? Здесь 10 сыновей Амана. Нет, там у него 7 сыновей. Они пали жертвой, пали жертвой религиозного эксперимента, вообще говоря. Вот они по Рамбхалю получили реинкарнацию. То, что мы сделали на самом первом уроке. Мы им сообщим. Окей. Да, да. Ну, хорошо. На этом заканчиваем. Да, да. Поэтому сегодня все. Всех счастливого. До свидания. До воскресенья. Приходите к нам. Очень рады вас видеть. Спасибо, спасибо. Через полчаса, те, кто хотят, будет философско-интересная лекция, продолжение по Рауманиту, Раф Ашкиназе, Юда Ашкиназе, Михаил Маляйбович, э, Слиха Нахабуляевич, Михаил Мусиманович, через полчаса. Всем счастливо и пока. Если кто-то хочет линки, напишите мне, либо в Телеграме. Пока, всем счастливо, до свидания. До свидания. Пока, пока, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...